Сезон тополиного пуха начался. Майский снег уже накрывает улицы городов и берег Днестра. Тополинные хлопья разносят аллергенную пыльцу. Что делать в сезон тополинных метелей, выяснял Юрий Зайц. Тополиная аллея в самом центре Террасполя. Ветки в пуху, под деревьями, то, что уже с них упало. От небольшого порыва ветра пух разлетается по всему городу, заставляя аллергиков плакать, чихать и кашлять. В сухую ветреную погоду эти люди особенно уязвимы. Что он сейчас не выходит из дома? Ну, он выходит, принимает лекарства. Глаза слезятся и насморк. И даже было одно время, что одышка была. Потому что у них там на Кировском живет вообще тополей много. На самом деле сам пух аллергию вызывает не всегда. Чихать и кашлять, когда летит тополинный пух, люди могут по разным причинам. Есть пульца тополя, который ответственен за такое состояние, как полиноз или сезонный аллергический ренит, симптомы которого появляются каждый год в одно и то же время с четкой периодичностью. И есть тополиный пух, который сам по себе аллергеном не является, но является транспортом и сборником. Таким образом, в дыхательные пути человека поступает уже целый арсенал аллергенов. И кроме того, он имеет прямое раздражающее действие на дыхательные пути. Разлетаясь на десятки километров, по пути пух собирает пыльцу цветущих растений. Именно она и вызывает аллергическую реакцию. Определить, на какое именно растение аллергия, можно, если сдать анализы. В Медине делают тесты на десятки разных аллергенов. Тополиный пух может мешать и здоровым людям, даже без аллергии. Он раздражает глаза и дыхательные пути. Простые рекомендации от специалиста помогут легче перенести сезон майского снега. Держать окна закрытыми, проветривание прогулки проводить рано утром, поздно вечером или после дождя, когда концентрация пыльцы и пуха в воздухе меньше. После улицы сменить одежду, принять душ, обязательно вымыть волосы. Нос и горло следует очищать, промывать слабым солевым раствором, что механически лишнее количество аллергенов и слизи удаляет с дыхательных путей. Может также помочь очки и маска. Сезон тополиного пуха не такой уж долгий. Примерно через две недели он закончится. Юрий Заяц, Михаил Белый, ТСВ.